Сложная игра. У нашей команды были моменты, когда нужно было пожертвовать. Игра в Лиге Чемпионов всегда так. Хочу поздравить всех с великолепной победой. Пожелать Марласу, чтобы вернуться как можно скорее в нашу команду. Нам нужна его помощь. И нашу команду, в целом, в стадии, parabéns. И поздравляю сегодня абсолютно всю нашу команду. Лига Чемпионов – это очень сложное соревнование. Наша команда, конечно же, также очень переживала после последнего поединка с Сити. Это не наша команда играла эту игру. Сегодня мы совершенно по-другому себя показали. Сегодня это была та команда, которую я знаю. И мы получили большую победу. И мы заработали отличнейшую победу. Я такой, я не люблю проигрывать. Я не люблю играть в ничью. Это эмоции, которые просто зашкаливают у меня в голове. Поэтому я зашел в раздевалку и сказал, ребят, давайте сделаем так, чтобы мы играли как в начале первого тайма. Мои партнеры поняли меня, услышали. Это самое главное. Мы уважаем друг друга. И мы смогли добиться этой победы. Конечно же, очень сложно заменить Фреда, Бернарда и Факунду Ферреру. Это были ребята, которые были полностью адаптированы к нашей игре, к нам. Новые ребята, такие как Сиприано, Фернандо, к сожалению, вот сейчас травмировался. Майко. Майкон. Это ребята, которые без сомнений в будущем нам помогут. Вы можете быть уверены в этом, я говорю абсолютно точно. Но нам нужно дать им просто некоторое время. Конечно же, отличается бразильский чемпионат, украинский чемпионат, лига чемпионов. Но я уверен, что ребята постараются отдать все, чтобы адаптироваться как можно быстрее. Я верю в свою команду до самого конца. Мы не здесь не просто так. Я доверяю всем игрокам, я доверяю тренингскому штабу, доверяю абсолютно всем людям, которые работают с нами. Мы готовы, чтобы встретиться с Леоном. Это будет последняя игра этого этапа. Пошагово сейчас у нас впереди украинский чемпионат. Но я уверен, что наша команда проведет отличный поединок. Не просто так, дурачусь, мы находимся на первом месте в чемпионате Украины. И сейчас у нас остается один матч на домашней арене, где мы сможем пройти в 1-8 финале Лиги Чемпионов. Была сложная игра. Мы хорошо сегодня победили, смогли забить 2 гола в самом начале. Но, к сожалению, после второго забитого гола пропустили один. Нас начали жестко прессинговать. Соперник взял в руки матч. И у нас были некоторые сложности в этот момент. Во втором тайме мы постарались скорректировать некоторые детали. И немного облегчал нам та задача тот факт, что они играли в десятером. И, слава Богу, в конце мы смогли забить еще один гол. И мы продолжаем. У нас есть все шансы продолжить в этом соревновании. Это новая тактическая схема, которая дает крайним защитникам возможность быть более атакующими. Мы знали, что они играют немного по схожей тактической схеме, поэтому мы старались подготовить определенную стратегию, чтобы противостоять игре соперника. Особенно в начале матча у нас был успех. У нас все получалось. Получалось занимать правильные зоны, которые нужны были. Потом они немного закрылись, стало чуть-чуть сложнее. Но, тем не менее, я думаю, что это было хорошее решение, эта тактическая схема на этот матч. Это команда, которая играет немного по другому тактическому схему. Схилю, они располагают огромное количество игроков на ширине обороны. И не всегда просто этому противостоять. Даже играя в пятерых защитников сегодня. Но, тем не менее, сегодня мы смогли, слава богу, добиться немного другого результата. Не такого, как в домашнем поединке. Выиграли. И сейчас у нас остается еще весь шанс, чтобы остаться в Лиге чемпионов. И мы будем все для этого делать. В 90-минуте был момент у Майкона, попал шрам. Что подумал вы на плане? Да, действительно, это был такой явный шанс. К сожалению, мяч немного не попал. Я, честно говоря, тогда уже подумал, что, возможно, уже момента не будет. Потому что уже, действительно, последние минуты игры были. Но, слава богу, сразу после этого Тайсу нам удалось забить гол. И это очень важная победа для нас. Часто здаётся, что вы больше, как нападающий, да, играете? Но вы защитник. Вы больше любите атаковать или защищать? Это мой стиль игры. Я начал свою карьеру как нападающий. И у меня есть определенная легкость играть в атаке. Я думаю, что здесь чувствуется на поле моя вот эта уверенность. Я очень рад, что я могу помогать команде, отдавая и голевые передачи, и качественно атаковать. Как больше защищаться или атаковать? Больше любить, что самое? Больше кое-что же маешь, да? Ты карьеру, Фендея? Конечно же, намного больше мне нравится атаковать. В Харькове было сложнее. Это был первый матч. И понятно, что ты всегда ждёшь вот этот полный момент премьеры. Первый раз против этой команды. Но, в любом случае, мы забили два гола там. Сегодня забили три. И это отлично. Ничего не отмечаем, точно ничего не пьём. У нас ещё вперёд будет очень сложная игра и очень важная, поэтому рано что-то отмечать. Это была наша не найкращая игра. Я говорю не только про червону картку и то, что мы играли в меньшинстве. Мы позволили Шахтареве забити мячі. Нам не пощастило. Для нас не так важно, якою тактичною схемою грав Шахтар. Мы всегда у своих головах маем план, как діяти против соперника.